Нравственные ориентиры общество показывает прокуратура и суд. А все остальные попытки – это как бы такая идеология, которую пытаются напялить сегодня в виде нового насильственного крещения Руси, которая абсолютно неэффективна, потому что, как ни сливают церковь с государством, хотя это запрещено Конституцией, и все равно на Пасхе, главном празднике православных, нет даже 10% верующих. Понимаете, это все абсолютная фикция. Я сама была в первой комиссии по национальной идее, которую тогда собирал Ельцин, руководил ей Сатаров. И прошарав все, что только можно, идеологически, мы выработали слоган, который назывался «Подмети свой двор, поправь свой забор, вычисти свою улицу». И, в общем, главная национальная идея – это стать хозяевами своей страны, тогда все получится. А никакой специально принесенной плеткой нравственности не существует. особенно в стране, в которой абсолютно как бы российская православная церковь, продукт, с одной стороны, имеющий все оценки болезни роста, я сейчас так формулирую, чтобы на суд не нарваться, который не может быть эталоном. Мы и начали сегодняшнюю беседу с часов патриарха. Какой может быть нравственной в стране, когда патриарх ездит с кортежем, с мигалкой, когда главный храм страны построен для начальства, когда трапезные его сдаются на похабные вечеринки, а патриарх ходит там с часами, имеет какую-то там коллекцию яиц Фаберже, и в общем живет как человек, имеющий, я не знаю, открытый счет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...